Дорогие друзья, этот проект так и называется «Школа жизни». Действительно, жизнь – это постоянная учеба, постижение чего-то нового. Но, как сказал один мудрец, школа – это особенная, ибо еще ни одному из нас не доводилось закончить школу жизни с красным дипломом. Мы живем в обществе и должны следовать правилам. Как и каким? Об этом наша сегодняшняя программа. Какие нормативные документы регламентируют правила жизни в семье и в обществе? Конечно, кодек о забраке семьи. Это, конечно, вопросы жилищного права, это вопросы семейного права. И я не могу не сказать о Конституции, потому что там заложены самые основные права любого гражданина, человека, в том числе и до 18 лет. Один мудрец как-то сказал, человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно – смешно, обращаться несерьезно – опасно. Так как же быть, кто подскажет, какими правилами должны руководствоваться граждане, маленькие и взрослые, дома и вне его? Каждый социальный педагог является для ребенка помощником, другом, советчиком. Ребенок может обратиться с любой ситуацией, трудностью к нему за консультацией. Также социальный педагог помогает родителям, педагогам в любой кризисной ситуации. Родители ведут своего ребенка в школу с надеждой, что там есть кому научить их чадо жизни. Ну а что происходит до школы? Родители полностью подчиняются желаниям и потребностям ребенка. Как вы считаете, с какого возраста объяснять ребенку, что он живет по законам не только семьи, но и общества? Хотим мы того или не хотим, но как только ребенок появляется в обществе, а это, скорее всего, будет песочница, прямо там приходится объяснять ребенку, как взаимодействовать с окружающими людьми. Уважаемые гости, до сего момента мы говорили о представлениях взрослых. А что по этому поводу думают наши дети, мы сейчас и узнаем. Я определяю сначала по правилам, которые установлены, допустим, в школе. Например, бегать нельзя, значит, я не бегаю. Например, задавать вопросы учителю можно, поэтому я это могу делать. Если нельзя, то есть ты сможешь навредить кому-то, кому-то будет плохо, если ты это сделаешь. И я лучше не делаю этого, чтобы никому не было плохо, им не было хорошо, чтобы это не оставалось на душе. Пожалуй, можно. Это то, что разрешают старшие, и то, что не запрещают окружающие, и то, что не навредит другим людям. То, что нравится обществу, то, что оно принимает, и то можно, а то, что оно отвергает, то, наверное, нельзя. Научился сам определять, что будет хорошо, а что плохо. Вот вам, уважаемые гости, пища для размышлений. Посмотрев ответы наших ребят, вы знаете, я оценила их на пятерку, по пятибалльной системе. Они очень правильно понимают, что можно делать, а что нельзя делать. То, что в социуме хорошо, да, то, значит, и можно делать. И вот отвечающие вряд ли и наделают ошибок, именно криминальных, чтобы к правоохранительным органам не обращаться. Вот если говорить о развитии ребёнка, то, наверное, надо начинать его воспитывать, правильно сказал наш коллега, не только с песочницы, но и только как он родился. Потому что у одного мудреца спросили, когда мне нужно воспитывать ребёнка, начинать? А сколько ребёнку лет? Три месяца. Вы на три месяца опоздали. Вообще-то формально получается, что ребёнок растёт вместе с нами, и вряд ли только правилами можно его остановить. Его можно остановить, показывая, что нужно делать и как нужно делать. Вот в Конституции прописаны все права абсолютно. И вы читали Конституцию, право на отдых и право на труд. Наш ребёнок, когда рождается, он имеет право на имя, собственно, ему даётся право. Он имеет право на медицинскую помощь. Он имеет эту медицинскую помощь. Он должен знать, кто имеет другие права. Вот бабушка и дедушка, да, бабушка любит повязать, дедушка любит в шахматы поиграть, это отдых. А как он отдыхает? И он должен понимать, что если человек в этот момент отдыхает, он должен давать ему возможность отдыхать. То есть всё воспитывается на том, как сложились традиционные отношения в семье. Ну а уже право регулирует перекосы в таком поведении. Конечно, если мы говорим о воспитании в целом, то, естественно, воспитываться ребёнок начинает как только попадает в семью. То есть это по умолчанию, да. Если мы говорим о социуме, это уже больше взаимодействие с другой аудиторией. Но прежде всего, всё воспитание – это пример взрослых. Это пример мамы и папы. Если в семье будет всё хорошо, будет нормальная эмоциональная обстановка, папа будет уважать маму, мама будет уважать папу. Вместе они будут уважать детей, да, то всё будет хорошо и нормально. Всё, это мы и наш пример. Всё, только наш пример. Оксана, вы как социальный педагог, как понравились вам ответы? Хочется сказать, что когда ребёнок попадает в школу, будь то гимназия, любое учебное заведение, детский сад, например, да, то ему приходится сталкиваться с правильным распорядком. То есть мы сразу объясняем ребёнку, как себя вести, какие есть нормы, что можно делать, что нельзя. Проводим различные занятия с детьми. И порой, вот, допустим, наша взрослая позиция, ребёнку не так понятна, как ему и её объяснят дети. И вот мы часто практикуем такое, что с нашими старшими детьми, это восьмые, девятые классы, мы приходим в первые, вторые, третьи, четвёртые и рассказываем, как вести себя в жизни. То есть учим их правилам жизни, правилам безопасности, правилам здорового образа жизни. Вот так. Когда по закону ребёнок из родительского чада становится полноценным членом общества? Ну, наверное, сразу и становится, открестается. Но хочу сказать, что есть же всевозможные виды ответственности. И, соответственно, есть такое понятие у юристов, как дееспособность и правоспособность. Правоспособность получается с рождения, то есть иметь права какие-то определённые. А дееспособность – это не только наличие прав, умение исполнять обязанности и осуществлять их. Поэтому у нас есть несколько категорий. Мы делим детей наших от 0 до 14 лет. Это малолетние детишки. И тогда, тогда за них отвечают целиком и полностью их законные представители. Но у них уже есть обязанности. Но у них есть обязанности, которые говорят о том, вот ходить в школу, да, вовремя ходить в школу, делать уроки, переходить правильно улицу. То есть это всё ещё вытекает от того, как родители учат их обеспечивать свою жизнь. Инстинкт самосохранения подогревают, чтобы это понимали люди, да. Потом есть у нас детки от 14 до 18, уже солидные детки, да. Они вправе совершать мелкие бытовые сделки, им разрешает закон. По гражданскому праву в таком случае они делают то, что касается их стипендии, там у них, может быть, какие-то личные деньги есть мелкие, да. Они могут это делать сами. Есть ещё большие сделки, которые касаются отчуждения имущества. Тогда согласие законных представителей. Но закон конкретно определил, в каком возрасте, какой ребёнок что может делать. Кроме всего прочего, ещё наступает и ответственность есть. Материальная, гражданская ответственность, уголовная ответственность. И тут тоже возраста делились. То есть есть дееспособность не только гражданская, а есть вот уголовная дееспособность. По некоторым видам преступления с 14 лет, по некоторым видам с 16 лет. И формально ребёнок растёт, и с ним растут его обязанности. И если изучаешь закон, то понимаешь, где как можно действовать. Но обращаю внимание, что вообще во всех случаях, конечно же, отвечают материально до 14 лет законные представители. Причинил ущерб здоровью другого ребёнка. Тоже отвечают. Опять же, мама с папой. Мама с папой. И поэтому, наверное, в интересах родителей и взрослых детей воспитывать так своих детей, чтобы, мало того, чтобы не было ущерба причинено их здоровью, их психическому здоровью, но и себе. А что же мы получаем на практике? Насколько серьёзно взрослые и дети относятся к тому, что прописано в правилах и нормативных актах? Ну, всё всегда зависит от ситуации. Если это действие повлечёт какие-то очень серьёзные последствия, то лучше воздержаться. Я, во-первых, спрошу разрешения. Но если всё-таки не разрешать, наверное, не буду делать. Ну, я думаю, что такие ситуации бывают у каждого человека в жизни. И, если честно, то я поступаю всегда самостоятельно, и это зависит конкретно от случая. Давайте обратимся к примерам, которыми сегодня пестрит интернет. Дети ушли из детского сада. Наказали воспитателя. Только ли педагоги в этом виноваты? А что же родители ни при чём? Почему происходят такие вопиющие случаи? А он мискотов. На ушках. Что тебе сказал на ушках? Да, поехали. Поехали. А вы на поезде хотели покататься, да? Мы хотели домой на поезде. Получается, дети виноваты. Надо за детьми смотреть. Ну, это, видимо, администрация прощётная. Мне кажется, все виноваты. Каждый по-своему. Но дети-то они ещё маленькие. Они не понимают. Побежали и всё. Если мы говорим о родителях, да, вот, например, да, мне кажется, что, а при чём здесь родители? То есть, если ребёнок достаточно самостоятельно организовал такой поход... Ему было 3-4 года. Да, 3-4 года. То я могу только сказать, что, слушай, он молодец реально. То есть, он смог уговорить других, там, не знаю, подтянуть за собой. Смогли сесть куда-то доехать. Прям отличный самостоятельный парень. Вот, ну, так получилось, что он ушёл, да. Но у других не получилось просто уйти. Сергей, но это бы самостоятельность, да, в других ситуациях. Но ситуация не такая простая получилась. Да и дети трёх лет, им всё равно. Они же не понимают той опасности, которая есть. Поэтому просто предоставился случай. Но что делать взрослым, которые несут ответственность? Представляете, а если с детьми бы что-то случилось, как бы... Я хочу сказать, что вот у нас, на Советской, висит очень большой плакат, и на нём написано «Наши дети бесстрашны. Берегите их». Вот, всё, есть ответ на этот вопрос. Все, кто ответственен за детей, должны их беречь. Но здесь, понятно, беда педагога, но родители ведь тоже ответственны в том, чтобы объяснить своим детям, если вы приходите в детский сад, есть педагог, воспитатель, вы полностью выполняете его просьбы и его требования. Каждый ребёнок, когда приходит в школу, в детский сад, должен подчиняться тем правилам, требованиям этого учебного заведения. Это не снимает ответственности с их родителей, которые тоже, приводя ребёнка в детский сад, в школу, должны ему объяснить, что можно делать, что нельзя. Что, допустим, в данной ситуации для него второй мамой является его воспитатель, который в детском саду занимается воспитанием. И что все требования, которые предъявляет воспитатель, ребёнок должен выполнять и строго им следовать. Ну вот, это были маленькие дети, и мы тут даже в какой-то мере их и похвалили, правильно? А вот скажите, пожалуйста, из-за каких нарушений более старшие дети могут попадать в разряд неблагополучных? Конечно же, употребление спиртных напитков доминирует у подростков. Чаще также бывает хулиганство, нарушения дисциплины, драки в школе часто случаются между подростками. Ну а какая ответственность предусмотрена за вот такие, казалось бы, довольно безобидные нарушения? Моё мнение такое, что, скорее всего, его ждёт очень долгая беседа с классным руководителем и, скорее всего, замечания в дневнике. Если это большое нарушение? Во-первых, беседы с классным руководителем. А если серьёзные нарушения могут родители вызвать и к директору повезти, наверное? Ну, скорее всего, знакомство с органами правоохранения нашей страны. Либо исключение школы, либо беседы с директором. Это должны делать те люди, которые знают, как должны выглядеть действия в той или иной ситуации. В первую очередь за них отвечают пока ещё и их родители. Они несут полную ответственность. Поэтому чаще всего к ответственности привлекаются их родители. Накладывается лишь штраф или административная ответственность. Просто какие-то там постановка на учёт бывает в ИДН. Вот если более такие серьёзные, конечно, распитие спиртных напитков в случае, тогда уже ставят на учёт и работают уже не только, допустим, школа, гимназия, семья, а уже работают более серьёзные институты правонарушения. Это уже, получается, правоохранительные органы, ИДН, КДН, отделы внутренних дел, наркодиспансер. То есть в единой связке такое межмедовственное взаимодействие и решение тех или иных проблем, показания помощи. Понятно. Сергей, подключайтесь, пожалуйста. Из-за каких нарушений, по вашему мнению, чаще всего дети попадают в разряд неблагополучных? Ну, это, скорее всего, распитие спиртных напитков, драки и наркотики. Да, с наркотиками вроде у нас стало всё гораздо лучше после жёстких достаточно наказаний, но они показывают свою эффективность. Но остаётся только алкоголь и драки. А в школе есть какие-то общественные организации, которые могут, как, собственно, влиять? То есть ребята на ребят. Есть ещё в школе такое? Ну, нет, сейчас как бы так, на ребят, на ребят у нас чаще такого сейчас нет. Сейчас у нас сайты профилактики, то есть сайты профилактики. Ну, там взрослые. Да, там взрослые. А, равные обучают равного, да? Если у нас вызывали на совет дружины, возможен вариант самоуправления, да, и есть самоуправление. Когда, ну, там, я не знаю, директор школы сейчас девятиклассник, да, то, может быть, это и было приемлемо. Иногда надо устраивать дни самоуправления. Пусть попробуют. А вот давайте представим такую ситуацию. Кстати, о ней наверняка мечтают многие дети. Если какая-то сложная жизненная ситуация, нарушение осталось без наказания, без внимания, не заметили, к чему может привести, ну, скажем, нереакция на проступки? Без наказанности – это очень плохо. Каждый должен нести обязательно ответственность за то, что он совершает. И это понимание, в общем-то, и даже не правовое, это больше нравственное, потому что человек должен знать, что он совершил поступок, отличающийся от правил поведения всего сообщества. Ведь вот о семье мы говорим, да, что такое семья. Семья – это, естественно, совокупность родственных лиц, которые основаны на кровном родстве. Но семья еще имеет определенные функции. Она же не только, ведь экономическую имеет функцию, там, репродуктивную, но еще есть у нее функция социализации, да. И вот как научила семья выйти в социум этого ребенка, как она его научила, если они объясняли, что это нельзя делать, и при этом, ну, там, методом запрещения, как говорят, день не в интернете, день не в соцсетях, да, или еще что-нибудь. Ну, хоть мелкие какие-то наказания, которые лишали удовольствия человека, они все-таки должны ставить грань, что так делать нельзя. Я буду лишен того, чего я очень люблю делать. Может, все-таки безнаказанность, она ведет к последствиям. Сергей, интересно ваше мнение. Здесь нужно четко понимать, какого возраста дети, о детях какого возраста мы говорим, потому что если ребенок, он небольшой ребенок подросткового возраста, даже, может быть, и старше, да, опять же, смотря на какие проступки, их можно не замечать. Я считаю, их можно не замечать. Почему? Потому что если мы их не замечаем, мы не даем ребенку внимания, которые часто добиваются всяким негативным поведением. Все мы прекрасно понимаем, что многие драки в младших классах спровоцированы просто желанием обратить на себя внимание. Особенности ребенок неблагополучны. Но если мы хвалим то, что ребенок делает хорошо, то мы даем просто ребенку поддержку и возможность это понять, осознать. Потому что многие-то дети, совершая правонарушения, они прекрасно понимают об этом и внутри сожалеют. А если их еще добивают какими-то моментами, вызовами, такими общественными порицаниями, не делается ли это хуже? Если мы говорим о каких-то серьезных проступках, за которые следует ущерб другим людям, другим лицам или ущерб какому-то заведению, однозначно человек должен за это нести ответственность. В той или иной мере. Если, например, разбил окно, отлично. Папа, мама заплатили, вставил окно. Ребенок должен отработать эту сумму. Либо собрать, вернуть, чтобы он понимал, что за эти вещи он отвечает. Если он нанес телесное повреждение, какие-то драки, то нужно смотреть, чтобы человек принес извинения, может быть, если он был виноват. То есть вот таким образом. Потому что очень важно не добить того, кто и так сильно переживает. Очень хорошо сказали. Почему? Потому что, да, вот мой случай. Мы тоже чудили в детстве. Когда пришло понимание на утро о том, что мы погнули перекладины в школе, где-то пару лавочек, перетащили прицеп сеном куда-то в другое место. Ты понимаешь, что это просто некрасиво. Вот это переживание день, что за тобой может прийти милиция, тебя могут вызвать. Да, его было достаточно. Что с того раза никаких больше таких мероприятий я, ребята, мы не проводили. А я так ждала, чтобы вы сказали, а вечером мы пошли и поставили скамейки на место, вернули воз с сеном туда, где он стоял. Наверное, это чуть позже. То есть сознание того, чтобы все прошло, осталось незамеченным, оно было прям реальным. Ну вот слушаясь, Сергей, я хочу сказать, что правильно, абсолютно он говорит. Ведь наказание должно быть соразмеримо совершенному. И это принцип любого права. В обществе по-разному воспринимают баловство, умысел. И, соответственно, такой умысел, который направлен на причине самого наибольшего вреда. Вот они сделали и посожалели. Но сегодня, наверное, все-таки отношение к подобным проступкам жестче. Вследствие чего мы можем поговорить? Вот скажите, пожалуйста, за какие проступки сегодня могут поставить на учет? Чаще всего это бывают драки, но драки уже с причинением тяжелых последствий. Последствий, да, да, да. А также распитие спиртных напитков тоже сразу ставится на учет несовершеннолетний. Если там даже вот ситуация, что просто постоял рядом за компанию, а бутылка пива была открыта, и там кто-то уже пил. Причем дети были старше, а те, кто был несовершеннолетний, вот он так и попал, и поставили его на учет. И там даже не слушали. То есть вот компания, ты в ней... Но вот это правильно или нет? Ведь многие родители смогут возмутиться, и наверняка дети смогут возмутиться. Я ничего не делал. А уже на этом этапе ребенок должен соображать и понимать, нужно ли мне находиться в этой компании. Какой круг общения выбирает, да, да. Как, с кем общается. Как утверждают специалисты, самая распространенная причина, почему дети попадают в списки инспекторов комиссии по делам несовершеннолетних, это пробы с алкоголем. Давайте поговорим о пресловутой бутылке пива, или может быть не пива, а чего-то покрепче, ведь не секрет, и опять интернет пестрит этими примерами. И любой из вас может привести пример, когда дети пробуют спиртное. Причем пробуют до такой степени, что попадают в реанимацию. Такой случай был и в Гомеле не так давно. Семилетний мальчик попробовал спиртное. На вопрос, почему ты это сделал, он сказал, что я видел, как в Новый год родители делали это, и им было весело. И я тоже хотел, чтобы мне было весело. Что это? Проступок, нарушение, незнание, и как с этим быть? Как сделать так, чтобы подобные случаи не повторялись? Надо много рассказывать, надо много показывать и не заформализовывать. А надо показывать жизнь и быть с ними на равных. Надо им доверять. И если только доверяешь ребенку, он тебе будет доверять тоже. Сергей, ваше мнение? Хорошая была фраза о том, что родители несут ответственность за детей до 14 лет. И до 16, до 18, скажем так. Поэтому здесь ребенок ни при чем, я считаю, вообще. Родителям было весело, он это увидел. Что нужно делать? Не пить родителям. Вот эта тема, давайте по праздникам выпьем. А чему мы потом хотим научить детей? Не пить? Ну так вы же пьете. Это значимое для ребенка люди. Как мы потом можем объяснять? Сергей, но вы же понимаете, что это нереально. Реально, почему нет? Реально? Да, реально. Я знаю, я сам не употребляю уже лет 20 ничего. На мой взгляд, нам нужно создавать такую среду, такое окружение, где ребята могут заниматься спортом, где ребята могут увлекаться различными хобби, которых очень много у нас. И не давать детям повода и примера для употребления. Добрые семейные праздники можно делать тортом, чаем и кофе. Отлично. Отличный вариант. И шашеками, кстати. Отличный вариант. Да, абсолютно. Потому что вот тот вариант, когда с бутылочкой спиртного праздник отмечается, а потом профилактическая беседа, что так нельзя делать никогда, работать точно не будет. В продолжение нашей беседы, да, давайте посмотрим отзывы детей, вот откуда и от кого они узнают, как жить правильно. До того, как я пошел в школу, я узнавал это от воспитателей в детском саду и в главную очередь от родителей. В основном меня учат дома, как правильно жить. Это мои родители, также бабушки с дедушкой. Ну и также в школе учителя и одноклассники. В основном это, конечно же, родители, потому что они знают меня с детства и рассказывают мне о жизни, о их опыте жизненном. Также бабушки, дедушки. Мне помогают родители, они объясняют мне, что хорошо, что плохо. А также классный руководитель, он проводит с нами часто беседы. С самого начала я спрашивал своих родителей. Они всегда давали мне четкие ответы, что можно делать, что нельзя. Ну вот оно, четкое подтверждение того, что родители – это главные люди, на которых равняются их чадо. Уважаемые гости, ну а сейчас давайте подводить итог. Главная фраза от каждого гостя. Пожалуйста. Уважаемые родители, мы примеры, это самое главное. Уважаемые родители, помните, что в школе вы можете обратиться к социальному педагогу, психологу, к классному руководителю, любому учителю-предметнику, которые вам всегда придут на помощь. Родители, если не знаете, возьмите и почитайте закон, и объясните его детям. Дорогие друзья, для каждого из нас наука жизни актуальна. Современные условия требуют от людей широких познаний и навыков. Так давайте учиться вместе со школой жизни на «Беларусь-4». Всего вам доброго и до встречи.